Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо всем, кто собрался на наше очередное мероприятие. Мне очень приятно анонсировать новость о том, что все наши встречи теперь и отныне, и надолго, я надеюсь, они будут сопровождаться получением вами определенных образовательных кредитов, поскольку все наши мероприятия встроены в систему непрерывного медицинского образования или аккредитации. И по накопленным кредитам, вы знаете, вы сможете в дальнейшем продлевать свои сертификаты или аккредитовать свою специальность и свою профессиональную деятельность. В этой связи, глубоко уважаемые коллеги, я обращаю ваше особое внимание на нижний правый угол ваших экранов, где есть две выкладки. Как обычно, это формат PDF самого нашего презентационного материала со всеми слайдами, со всеми необходимыми вам новостями, топиками. Но самое главное, это памятка участника онлайн-семинаров, в которой есть очень два важных пункта, и я обращаю ваше внимание на них особым образом. Первый пункт гласит о том, что для того, чтобы кредиты были начислены, мы очень рекомендуем вам находиться у экранов ваших компьютеров на протяжении всего времени, сколько бы оно ни занимало. Обычно мы заявляем два кредита, это значит, что лекция плюс вопросы, и в общем-то это два академических часа. И в этой связи будет правильно, если вы не будете уходить с регистрации, потому что этот элемент фиксируется. Второе, что немаловажно, это то, что вы имеете право несколько опаздывать, но не более чем на 15 минут. Ну и в общем-то самое важное, это то, что в конце лекции будет небольшой тест. Все, кто ответит правильно на три вопроса из пяти, они безусловно в лекции будут освещены, на них я обращаю особое внимание. И вот все, кто ответит на три вопроса правильно из пяти, получают эти два долгожданных многострадальных кредита. При этом, обращая ваше внимание, для тех, кто смотрит нашу с вами презентацию с мобильных устройств или с планшетов, к моменту вот этого тестирования необходимо зарегистрироваться в личном кабинете только на компьютере, только на персональном компьютере, поскольку программное обеспечение позволяет тестировать, исходя из особенностей программного соответствия нашей с вами студии и ваших персональных рабочих мест. В этой связи, дорогие коллеги, я думаю, что я все элементы, анонсированные в связи с нашим кредитным образовательным процессом, вам привнес. И приступаю к новостям, как обычно, Европейское общество кардиологов, которые в рамках, опять же, образовательного нашего процесса выстроены таким образом, чтобы они в основном отражали современные аспекты терапевтической курорции актуальных сердечно-суисцезаболеваний. И мне представляется, что, безусловно, мы не будем касаться зановой этиологии, патогенеза, клиники, основных нозологических форм, которые вам хорошо известны, а будем в плане наслоения на ваши базовые знания постоянно и постоянно добавлять какие-то интересные элементы, которые за определенный промежуток времени, чаще всего за год прошедший, появляются в нашей практике. Еще раз напомню, что право аккредитовывать и доносить информацию дано определенной когорте профессорско-преподавательского состава. И, наверное, можно сказать, что принимая пациентов или публикую статьи, или обладая определенными профессиональными навыками, вы тоже можете участвовать в этой, безусловно, интересной системе. Я начну с цели доклада, безусловно, это опять новые направления терапевтической курации актуальных кардиологических заболеваний и перспектива тактики, инструменталистики, фармакологических технологий в лакурации больных терапевтического профиля. Самая частая, самая распространенная форма в наших с вами ежедневных диагнозах у пациентов – это артериальная гипертензия. Читайте «Гипертоническая болезнь» по российской иммунклатуре. Я сделаю только один мотивационный призыв. Обратите внимание, что 9,4 миллиона смертей в год – это вклад артериальной гипертензии в заболеваемость и смертность на земном шаре. Журнал «Ланцет» в мае 2014 года. Достаточно серьезное бремя – это один город Санкт-Петербург, один город Москва по объему умирает от осложнений артериальной гипертензии. В этой связи, дорогие коллеги, думаю, что поскольку и нозология распространена, и бремя ее достаточно серьезное, мы должны искать все новые и новые пути как диагностики, хотя она очень проста, казалось бы, всего лишь на всего уровня артериального давления, так и подходы к курации, особенно терапевтической курации. В этой связи не перемену начать с очень интересного трайла фармакологического исследования, который назывался «Параметр Трайл». Он был посвящен терапии изолированной ситолической артериальной гипертензии у пожилых. Докладывался он в рамках хот-лайна, так называемой горячей линии новостной. И что интересно, что именно из этого трайла нам с вами приходят новые практические рекомендации, возможно, даже еще не отраженные в официальных источниках, а какие еще можно придумать подходы к лечению изолированной ситолической артериальной гипертензии у пожилых. Заметьте, что практически все зарубежные исследования построены весьма и весьма стандартным образом. Есть определенная гипотеза, под нее строится дизайн, и дальше формируются какие-то когорты больных, элементы наблюдения, и, соответственно, получаются результаты. Так вот, гипотезой параметра трайла было то, что у пожилых жесткость артерий и центральное давление в аорте определяют тяжесть гипертонии и определяют именно систолический характер артериальной гипертензии. Участвовало 48 центров, 12 стран, 44 пациента. Если вы думаете, что в контрольных вопросах будут эти цифры, то вы ошибаетесь. Здесь, безусловно, мы нацелили контрольные вопросы только на абсолютно важные для вас, для практики, практически осмысляемые элементы. Были два препарата, сравненные в этом исследовании. Олмисартан, 40 мг, и некая молекула LCZ-696. На сегодня нет торгового наименования этой молекулы, но известно, что в нее входит, и она уже в Европе, в общем-то, регистрируется. 400 мг, один раздел. Наблюдали всех 52 недели, и элементами наблюдения являлись центральное артериальное давление в аорте, пульсовое артериальное давление в аорте, систолическое давление, просто пульсовое давление, скорость распространения пульсовой волны и натриолитический гипертоний. Вот такой нехитрый дизайн позволил получить очень интересную информацию, но перед тем, как к ней, в общем-то, приблизиться, я бы хотел вам сказать, что молекула LCZ-696, о которой говорят уже несколько лет за рубежом, да и мы, в общем-то, ее непременно упоминали, это определенный комбинированный ангиотензин-рецептор-ниприлезин-ингибитор, который содержит на самом деле вальсартан как блокатор. Раз, с одной стороны, он будет блокировать ангиотензин второй, чтобы он не образовался из ангиотензин первого. Прошу причине, чтобы ангиотензин второй не действовал на эти рецепторы. И вторая компонента, это неприлезин так называемый, это нейрогоморальный модулятор, а основная цель которого, разрушать, скажем, натриолитические пептиды. И вот это разрушение должно быть блокировано, потому что натриолитические пептиды, несмотря на то, что они повышаются и свидетельствуют о том, что есть определенная гемодинамическая перегрузка, но они играют позитивную роль, как мозговой, так и пресердный, так и концевой натриолитический пептид. И вот блокада этого нехорошего неприлезина должна иметь какое-то гипотензинное или сердцемодулирующее действие. То есть одновременная блокада AT-рецепторов действия ангиотензина второго с помощью вальсартана и блокада неприлезина, который бы разрушал мозговой или пресердный натриолитический пептид. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, пытаются воздействовать на артериальную гипертензию у пожилых преимущественно за счет снижения жесткости сосудистой стенки, центрального давления в аорте и пульсового давления в аорте. Вот такие когорты были интересные, очень сопоставимые, да, и по систолическому давлению, и по диастолическому артериальному давлению. Обратите внимание, практически сопоставимые когорты на этом не будут долго останавливаться. А вот какие интересные результаты были получены. Ну, прежде всего, обратите внимание на то, что, безусловно, безусловно, комбинированная терапия, чего и следовало ожидать, но только с новой интересной комбинацией, дает большее снижение артериального давления, нежели чем просто олмисартан. То есть формально снижение центрального артериального давления доказано больше было и систолического, и пульсового давления, да, систолическое артериальное давление, пульсовое давление. На это в основном были нацелены исследования к 12 неделе, и далее это все, в общем-то, подтверждалось и поддерживалось. ЛСЗ-696 лучше снижает систолическое артериальное давление, чем просто олмисартан. Или, скажем, тот же самый вальсартан, если бы это была монокомпонентная терапия. Что еще немаловажно, это то, что какой бы мы с вами не взяли уровень артериального давления дневной и ночной, то в целом получалось так, что и в дневное, и в ночное время уровни артериального давления на новой комбинированной молекуле, арни, ангетензин, рецептор, нипролизин, ингибитор, были ниже, особенно это касалось центрального, артального, систолического артериального давления. Ну и, конечно же, посчитали, а как много приходится добавлять таблеток пациентам, которые находятся на том или ином виде лечения, для того, чтобы достичь нужного целевого артериального давления. И оказалось, что гораздо больше нужно добавлять, в общем-то, гипотензивных препаратов на олмисартане, а не на уже исходной комбинированной терапии. Таким образом, глубоко ожидаемые коллеги, получились очень интересные результаты, которые дали возможность надеяться на то, что в контексте результатов параметра trial молекула LCZ-696 или ангетензин, рецептор, нипролизин, ингибитор, который содержит две составляющие, вальсартан и блокатор нипролизина, будет иметь очень серьезное перспективное значение в изолированной систолической артериальной гипертензии пожилых, методом снижения основных компонентов, а именно жесткости аорты, и дополнительного снижения систолического артериального давления. Не перемену отметить, что очень важно, что все-таки целевым артериальным давлением для пожилого человека должно являться давление не популяционно ниже, чем 140 и 90, как для всех, а 150-140 для систолического. При этом подчеркиваю, что для пожилого контингента уровень диастолического артериального давления не нормирован на сегодня. Считается, что он должен не быть ниже 70. Но вы хорошо знаете, что в том-то и суть изолированной систолической артериальной гипертензии, что систола становится высокой, а диастола определенным образом снижается. Обращаю ваше внимание, особенно вот на эту цифру, то есть если вы начинали лечить пациента с систолическим давлением на старте более 160 мм ртутного столба, то стремиться нужно не к 120 на 80 и не 130 на сколько-то, а по систолическому давлению закончить коррекцию терапии на уровне 140-150. При более низком уровне систолического артериального давления большая часть пожилых пациентов будет иметь определенные нюансы. Я вижу, что есть определенные проблемы с нашей трансляцией, поэтому позволю себе небольшой перерыв. Дорогие коллеги, на мой взгляд, было бы правильно ориентироваться еще и на домашнее артериальное давление и на самоконтроль, потому что для достижения вот этих цифр, наверное, было бы неправильно думать о том, что такие частые визиты, которые может себе позволить не любой человек, все-таки ориентация на домашнее артериальное давление и самоконтроль, это вторая очень важная позиция европейского общества кардиологов, и я думаю, что вы часто используете именно самоконтроль. При этом самоконтроле уже не 140 и 90 мы закладываем, а все-таки 135 и 85. Но поскольку мы говорили с вами про параметры trial, про изолированную систолическую артериальную гипертензию пожилых, 140-150, систолическое артериальное давление лучше. А если мы все-таки поставим себе целью меньше 140, то это уже будет меньший уровень доказательности, уважаемые коллеги. В этом году, как и в предыдущие годы, нет больших надежд на то, что симпатическая денервация почечных артерий, ренал симпатик денервейшн, будет эффективнее, чем наша с вами оптимальная медикаментозная 2-3-4 компонентная терапия. Обратите внимание на то, что все, что касается, дорогие коллеги, лечения с помощью оптимальной медикаментозной терапии, а это красные линии, оно никаким образом не проигрывает, а даже и выигрывает у денервации, симпатической денервации почечных артерий. В этой связи на сегодня рекомендовано обращаться к симпатической денервации только в опытных, экспертных, профессионально высоких, имеющих определенный опыт в центрах, и только тогда, когда абсолютно исчерпана оптимальная медикаментозная терапия, либо к этой терапии есть определенные противопоказания, непереносимость и так далее. То есть формально на 2014 год позиция была высказана, и в 2015 году она никак не поменялась. Ренальная симпатическая денервация – это, в общем-то, мероприятие второго или даже третьего уровня. Очень важно, дорогие коллеги, и в нашей практической деятельности будет очень полезно осмыслить результаты пасс-вейт-райла, так называемого пасс-вейт-райла. В Абате же была высказана определенная гипотеза о том, что оптимальный диуретик для артериальной гипертензии, в общем-то, на сегодня, наверное, еще не очень хорошо известен, будь то петлевой или тиозидовый диуретик. И было высказано предположение о том, что амилорид, моно или в комбинации с гидрохортиозидом, может иметь определенные преимущества. Были сформированы три группы больных. С амилоридом – 10 или 20 мг, тетровочный компонент. Амилорид плюс гидрохортиозид в разных дозировках, как уже амилорид был 5-10 мг, гидрохортиозид в хорошо привычных вам – 19,5-25 мг, и просто гидрохортиозид. И посмотрели на 663 пациентах, какова же будет эффективность этой комбинированной терапии. Вот, дорогие коллеги, как интересно распределялись дельты артериального давления. Обратите внимание, на самом деле, наилучшее, конечно, артериальное давление через 24 месяца отмечалось на комбинации. А вторым по уровню шел амилорид. И гидрохортиозид, он, в общем-то, далеко и далеко здесь был, ну, в какой-то момент отставал от этих двух молекул. Да, в плане монотерапии амилоридом, особенно в дозировке 20 мг, тоже была очень замечена интересная динамика, что он мог побеждать комбинированной терапией. Но, дорогие коллеги, что еще было очень интересно, это то, что гидрохортиозид по отношению к артериальному давлению, да, и амилорид по отношению к артериальному давлению, и комбинированная терапия вели себя абсолютно по-разному, абсолютно по-разному. И в зависимости от того, какая была, какая была ситуация, наблюдалась та или иная степень снижения артериального давления. Уважаемые коллеги, на мой взгляд, на мой взгляд, снижение систолического артериального давления все-таки в наибольшей степени отмечалось на амилориде, ну, и в какой-то момент на комбинированной терапии. Но, что было более всего интересно наблюдать, это непосредственно систолическое артериальное давление, которое измерялось самими пациентами. И вот комбинация гидрохортиозида и амилорида имела наилучшие, в общем-то, эффекты. Всякий раз, когда мы обращаемся к калийсберегающим диуретикам, хочется задать вопрос о том, а как они будут влиять на калий. И вот посмотрите, я не скажу, что миф о том, что гиперкалиемия сопутствует к калийсберегающим диуретикам, нужно развеять, но, тем не менее, процент тех людей из 663, которые доходили до калия 5,5 максимум, он здесь, в общем-то, достаточно мал. То есть это единицы. И все это наблюдалось, как вы видите, только лишь на монотерапии амилоридом. А если мы с вами комбинировали с гидрохортиозидом, это красные элементы вот этих столбцов, то гиперкалиемия не наблюдалась вообще. То есть формально вот этот калий, теряющий эффект на гипотиозиде, с калийсберегающим эффектом на амилориде, складывался достаточно органично. И комбинация гидрохортиозида с амилоридом имела не только удивительно хорошие, дополнительные элементы снижения артериального давления, но и калийсберегающий, и, скажем, калий не теряющий, модифицирующий эффект. Passway trial, который я только что охарактеризовал, настолько произвел серьезное впечатление, что тут же по его следам было проведено второе исследование, которое называлось Passway trial 2. И там уже говорили о том, что нужно акцентировать внимание не столько может быть на выборе нужного или самого оптимального диуретика, сколько на лечении резистентной артериальной гипертензии. Вот здесь тоже, глубокоожанно, коллеги, я обращаю ваше внимание на то, как прагматично проводятся исследования. Гипотеза. Основной механизм резистентной гипертензии, как было высказано, это все-таки натриевый, а значит это накопление большего числа жидкости, чем хотелось бы. Обычно к моменту, когда мы хотим сказать, что гипертензия резистентна, пациент принимает 3 препарата минимум 4-6 недель в избыточной дозе, включая обязательно мочегонный, чаще всего это антагонист кальция, блокатор раз и какой-то диуретик. И вот можно было бы добавить бета-блокатор или альфа-дреноблокатор, или все-таки добавить антагонист альдостерона. И вот что из этих трех препаратов имело бы предпочтение, было целью описываемого исследования ПАСВЭЙТРАЙЛ-2. Вы видите, что групп было несколько с доксизазином, с бета-адреноблокатором, с спиронолактоном, и спиронолактон был привычной в антагонизировке 25-50 мг в день. 25-50 мг в день. Обратите внимание, дорогие коллеги, какие получились интересные результаты. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, что на спиронолактоне в значительно меньшей степени вот это все отклонение артериального давления наблюдалось отклонение артериального давления от желаемого, от безлайна так называемого, чего нельзя было сказать о бисопрололе зеленой столбцы или о доксозозине. То есть формально было показано, что терапия с помощью спиронолактона помогает оптимальному ликвитосу терапии в значительно большей степени зависеть в какой-то мере от профиля ренина. И, в общем-то, доклад был назван «Назад в будущее», что говорит о том, что ренессанс по отношению к такой молекуле, как фирошпирон, вот-вот нас ожидает с вами. Настолько интересным оказалось добавление спиронолактона к оптимальной медикаментозной терапии, что прозвучал призыв о том, что если мы добиваемся с помощью спиронолактона еще значительного уменьшения артериального давления, то тогда мы должны поменять с вами определение резидентной артериальной гипертензии, и что якобы оно теперь должно звучать не как терапия неэффективная, состоящая из трех медикаментозных препаратов с обязательным включением мочегонных, а из четырех медикаментозных препаратов с обязательным включением спиронолактона, вирошпирона, дозировки 2550, для того, чтобы добиваться вот такого незначительного отклонения артериального давления от уровня, обратите внимание, 130 и 80. Там условно по историческому давлению было больше всего сделано выводов. Вторая большая глава из новостных событий этого года, в которой мы ежедневно в терапевтической практике с вами обсуждаем с пациентами или с коллегами, это дислепидемия и атеросклероз. Дорогие коллеги, дислепидемия и атеросклероз, в общем-то, на сегодня имеет определенные очертания нозологические, и если говорить о том, кому и как нужно назначать гиполепидемическую терапию, то все показания в основном разбиваются на две группы. Первичная профилактика и уже лечение вторичной профилактикой. Самое важное, это, конечно, то, что мы можем раньше начать терапию, хотя это всегда вызывает большие вопросы. Ни у кого не вызывает группа пациентов, которая должна обязательно получать статины, поскольку у них уже есть атеросклеротические и сердечно-сосудистые заболевания. Это больные ишемические болезни в сердце, доказанным облитерирующим атеросклерозом, стенозирующим атеросклерозом, любым элементом атеросклеротическим, который попал в поле зрения инструменталистов и был вынесен в диагноз. Там терапия обязательно. Там нет никакой возможности снижать риски с помощью диеты или модификации образа жизни. А вот что касается первичной профилактики, то здесь есть определенные нюансы, уважаемые коллеги, и я тоже не примену обратить на них внимание. Почему? Потому что, во-первых, они тоже могут содержаться в наших тестовых вопросах, но самое главное, не тестовые вопросы, а самое главное то, как поступить с пациентом на практике. Так вот, обращаю ваше внимание, что в этом году сохранилась по-прежнему верхняя планка липидов низкой плотности для назначения статинной терапии 4,9. То есть формально мы очень долго можем не назначать статину. До тех пор, пока пациент не достиг вот этого уровня, если, конечно, у него нет атеросклеротического сердечного заболевания. То есть ЛПНП-4,9, нету ИБС, нету сахарного диабета, нету никаких других атеросклеротических заболеваний. Это наивный пациент, у него вот только холестерин липидов низкой плотности только-только стал 5 ммол на литр. В этот момент можно назначить терапию для первичной профилактики. И эффективность терапии будет составлять 30-35%. То есть 35% пациентов из всей когорты будут иметь определенную пользу от этой терапии. Что же касается первичной профилактики пациентам с диабетом, ясно, что она первична по отношению к атеросклеротическим заболеваниям сердца. То для возраста 40-75 лет с уровнем холестерина уже, обратите внимание, пограничным весьма, не самым высоким, да, вот таким от целевого до неприятного 4,9. Там тоже можно назначить терапию статистику. Ну и еще не менее интересная группа первичной профилактики больных, это возраст 40-75 лет прежний, вообще без клинических проявлений атеросклероза, и даже без диабета, но у них вот наблюдается примерно такой же, как в этой подгруппе, уровень холестерина. То есть нету диабета даже. Даже нет диабета. Был бы диабет, мы бы с вами, вот, наверное, подозначили. А здесь нет диабета. На что ориентировать назначение липидснижающей терапии, если холестерин липидом низкой плотности будет 3,5 условно? Вроде бы немного, но тем не менее угрожающе. Или 4,5. Вроде бы тоже не так, чтобы много. И у пациента нет атеросклероза, и у него нет диабета. Или 2,5. И все, дорогие коллеги, сегодня все-таки ложится на наши плечи. Назначать или не назначать? Здесь, наверное, у всех поднимется рука, и мы пропишем здесь препарат при таком высоком уровне липидом низкой плотности. Это значит, что холестерин будет около 6-7 или 8 мл на литр. Что же до вот этих пограничных уровней, особенно приближающихся почти к целевым, к 2 мл на литр липидом низкой плотности. Но при этом нет атеросклероза, нет диабета, а человеку 40-75 и уровень холестерина не очень понятный для нас, вроде бы как и не очень нормальный. Вот там нужно отнести решение к расчету некоего риска сердечных событий. К сожалению, в американской ассоциации сердца он рассчитывается определенным образом, и этот калькулятор нам сегодня недоступен. Но тем не менее, экстраполяцию определенную сегодня можно сделать на системе coronary risk evaluation, и по этому скору, считая, что если этот скор больше 7,5%, а это смертность или осложнение каких-либо сердечных сутистов в течение 10 лет, наверное, при даже очень небольшом холестерине можно добавлять какую-то гиполепидемическую терапию. Те данные, которые представляет американская ассоциация сердца, она их представляет последние полтора года, они очень созвучны с давними, рассмотренными нами на предыдущих вебинарах, сведениями о том, что Европейское общество кардиологов также примерно приходит к той же самой цифре старта, статин назначения, если у пациента невысокий сердечный сутист риск. 4,9 мм на литр, невысокий сердечный сутист риск. Можно еще ждать, модифицировать образ жизни. Единственный вопрос, который серьезным образом тревожит всех, сколько? Вот здесь, в этой точке, в этой точке, сколько можно модифицировать образ жизни для того, чтобы в какой-то момент, поняв, что при холестерине 4,5, 4,5 и небольшом вскоре, уже все-таки назначить таблетки. Но я обращаю ваше внимание еще и на вот эту часть таблицы, где липиды низкой плотности могут оказаться 2,5, но модификации образа жизни уже будет недостаточно и необходима обязательно лекарственная терапия при системе коронорелийской ульвейшн больше 10. То есть, вот эта стратификация угрозы дислипидемии в сочетании с угрозой системе коронорелийской ульвейшн она очень интересна и, на мой взгляд, четко показывает нам и пациентам, а в какой момент даже при очень высоких холестеринах можно еще играть модификацию образа жизни или в какой момент даже при низком уровне липидов низкой плотности не стоит, в общем-то, ждать чего-то и при высоком риске коронарных расслаждений назначать описанную статинотерапию. Глубоко, уважаемые коллеги, почему мы так долго говорим о том, назначать или не назначать? Потому что цена вопроса назначения статинов она достаточно высока и она глубоко засела в умы нашего с вами контингента пациентского. Это и миопатии, это и гепатопатии, это и какие-то мифы о неодеменциях и геморрагических УНМК, что не является правдой. Дорогие коллеги, самая главная угроза, которую пациенты сегодня еще не реализовывают, они пока не говорят нам, врачам, о том, что это им хорошо известно, это провокации сахарного диабета. Официальная цифра на сегодня 18%, это почти 20%. Это, в общем-то, дорогие коллеги, почти каждый пятый человек может иметь дисгликемию. Я не скажу, что диабет, но дисгликемию может иметь. И у меня сегодня много таких клинических примеров. Но, когда мы взвешиваем все риски пациентов, которому мы пропишем статин, а это вот перечисленные справа, с теми вариантами пользы или снижения смертности, ишемических событий, нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, то, конечно же, перевес в пользу безусловного назначения, потому что все эти события случатся непременно с большим процентным весом, нежели чем эти в ограниченном контингенте пациентов с меньшим процентным весом и без значимой угрозы для жизни. Потому что от статин индуцированной гепатопатии или миопатии, кроме субъективных ощущений, никаких, в общем-то, значимых последствий не бывает. Мы всегда успеваем на эти элементы отреагировать, особенно если мы правильно диспансеризируем пациентов. Поэтому пользу назначения больше, нежели чем в пользу настороженности по каким-то событиям. И это пользу назначения будет тем более эффективно, если мы будем соблюдать вот эти правила или ориентироваться вот на эти группы больных, когда определенные сочетания возраст, наличие и отсутствие заболеваний, скор, извините, эксерполированный, могут помочь нам каким-то образом обоснованно, несмотря на то, что рано, назначить статинную терапию. Ну и несколько мифов, которые вас наверняка так же тревожат, как и пациентов, это якобы воздействие на катаракту негативную, на деменцию и даже онко. Я обращаю ваше внимание на то, что 25 тысяч и более случаев катаракт было проанализировано, и оказалось, что статины демонстрировали почти 20% достоверный вариант снижения риска развития катаракта. Это очень важно. То же самое оказалось по снижению риска деменции. Не провокация деменции, а снижение. 57 тысяч пациентов и больше показали, что в составшиеся лет 4,5 года наблюдения, что имеется снижение риска от 0,33 до 0,70. То есть это очень большое снижение риска. То есть формально у двух третей мог снижаться риск. При этом, конечно, особое внимание отдавали липофильным статином, потому что они протекают через гематонцепарический барьер и работают в том числе и в клетко-головном мозге. Ну и, наконец, онкология. Не было никаких реальных профитивных исследований, которые бы увеличивали эту онкологию, показывали увлечение. И второе, в исследовании ХАД-ПРОТЕКШН-СТАДИ риск онкопатологии даже незначительно снижался. Вот вам интересные данные. Ну и что касается атеросклероза, то, конечно, нельзя не упомянуть интереснейшее исследование Improve It, которое закончилось вот буквально в этом году и его результаты опубликованы. Оно касалось эффективности комбинирования терапии дисклепидемии у пациентов с острым коронарным синдромом. Вы знаете, что последние 10 лет после выхода в свет результатов Армиды и Кьют Коронарный Синдром мы пользовались в основном нагрузочными высокодозовыми вариантами Липримара или Аторвастатина, извините, где на самом деле все было сделано на Аторвастатине и не было альтернатив, потому что для развуастатина высокодозовость при остром коронарном синдроме не была применима. Для симвастатина высокодозовость она была в общем-то ограничена дозой 40 мг, а этого было недостаточно. И вот было интересное сформировано исследование импробовать с определенными вопросами приведет ли дополнительное назначение Эзотимиба в качестве комбинированной терапии к симвастатину к дополнительному снижению риска, насколько это будет безопасно и насколько хорошо снижать холестерин еще в большей степени. Ну и в общем-то на все вопросы было получено да, приводит к снижению риска, да, чем ниже, тем лучше, да, чем в общем-то нечего бояться, безопасность снижения была доказана. Это госпитализация с ОКС, причем это были инфаркты миокардов с подъемом семянтости, без подъема семянтости, нестабильность на кардии, довольно значительное число пациентов, результаты опубликованы не так давно. Дорогие коллеги, обращаю ваше внимание на то, что группа Эзотимиб с симвастатином была стандартная, это 10 на 40, вы помните, что в России зарегистрировали препарат, это не вот этот витарин, который был использован в самом исследовании. 5250 событий на протяжении двух с половиной лет наблюдения и всякий раз комбинированная терапия по сердечным заболеваниям, инфарктом миокарда, коронароэросклюризации, по первичным и вторичным точкам оказывалось лучше, нежели чем просто симвастатин. Все П оказались достоверными и снижение относительного риска, вы видите, было весьма и весьма интересным по семилетней частоте событий. То есть формально мы получили на сегодня еще один элемент для применения при острых коронарных синдромах, он доказан в исследовании IMPROVE-IT, это комбинированная терапия. То есть можно по-прежнему пользоваться высокодозовой монотерапией аторвостатином, а можно пользоваться средним уровнем сиввостатина с эзотемибом. Можно ли при этом применять аторвостатин с эзотемибом или разоввостатин с эзотемибом, мы с вами сказать не можем, поскольку таких исследований не отмечено на сегодня в литературе. Следующая нозологическая форма, на которой мы с вами в общем-то имеем многочисленные практические опыты и события, это ишемические болезни сердца и ревосклюризация. Напоминаю вам о том, что по-прежнему сегодня есть изменение тренда в момент ревосклюризации инфаркт-связанной артерии. Этот тренд заключается в том, что не только вот эту инфаркт-связанную артерию, особенно у инфаркта миокарда с падением с именом ТСТ, но и превентивно ангиопластика Prometrial, еще одной и более коронарной артерии, у которой в момент этой коронарографии по факту инфаркт-связанной коронарной артерии находится еще стеноз более 50%, и вот это очень важно, потому что когда в прошлые годы это стентирование касалось только инфаркта миокарда и инфаркта связанной артерии, остальные артерии через какое-то время говорили подремонтированием, а, пациенты не появлялись, и, все, что было больше 50%, имело ближайшие месяцы после инфаркта миокарда негативное прогнозирование, то есть формально пришли к тому, что если какая-то инфаркт-несвязанная артерия имеет стеноз более чем 50%, то ее тоже важно стентировать, поскольку Relative Risk Reduction будет 65%, то есть еще наполовину снижаем, правда, относительную половину, снижаем вот эти самые риски инфаркт несвязанных артерий, которые могут прогрессировать в ближайший год после инфаркта миокарда. Вы помните, да, хорошая была раньше статистика, что любой инфаркт и инсульт увеличивает вероятность повторного события в пять раз в течение ближайших лет после первого события. Соответственно, на сегодня мы можем с вами сказать, что на основании результатов этого интереснейшего исследования прами-трайл превентивность этих событий доказана, она возможна и она весьма и весьма убедительна. Уважаемые коллеги, как и в прошлом году, Тейст-трайл Траммозис Аспирation Инвести Эливейш На 7000 пациентов не показал и сегодня в практической деятельности никакой дополнительной пользы с точки зрения снижения риска микроэмболизации. То есть формально тромбоаспирация 3 против 2,8 не получила никакого оправдания. И при тромбоаспирации оказалось даже больше остров нарушения мозгового вращения в связи с большей длительностью процедуры. Поэтому сегодня процедурой выбора по-прежнему является баллоны ангиопластика сцентрирования без предварительной работы с тромбом. Ну и что еще немаловажно в этом году дорогие коллеги мы уже можем с вами говорить о том что скоро отпадет проблема антигрегантной терапии связанной с непосредственно установкой сцентов коронарной артерии. Мы ждем этого с нетерпением. Сегодня конечно по-прежнему мы должны назначать антигрегантные препараты и этому будут посвящены многочисленные лекции и семинары. Но биодеградирующие стенты серолимус и виролимус постоянные да серолимус биодеградирующие и виролимус постоянные они показали что при остром коронарном синдроме особенно с подъема семента СТ в общем-то эти биодеградирующие стенты выигрывают у любого другого стента. И мы ждем с нетерпением их появления как только эта возможность появится конечно наши пациенты получат больше пользы. Еще одна немаловажная зоологическая форма одновременно являющаяся осложнением всех предыдущих гипертонической болезни и шемической болезни сердца дорогие коллеги это хроническая сердечная недостаточность. На самом деле интереснейшие были в этом году полученные научные сведения. Я начну с исследования Купит Трайл конечно это фантастическое исследование это внутрикоронарное введение неких ген ассоциированных молекул типа серка 2 и в общем-то событийность по хронической сердечной недостаточности при чрезкожном вмешательстве и интеркоронарном введении вот этих элементов отслеживалось и было показано в этом Купит Трайле что в общем-то да эта серка имеет какой-то эффект но он недостаточно убедителен обратите внимание П0.8 и П0.4 то есть пытаются какие-то особые элементы патогенеза хронической сердечной недостаточности внедрить в практику нашей деятельности и не получаем мы на сегодня никакого эффекта гораздо интереснее наблюдательное исследование которое как вы видите всегда есть место для анализа попыталось перепроверить перетестировать переоценить много-много трайлов с бета-адреноблокаторами и выйти одна удивительная вещь при хронической сердечной недостаточности что если мы назначаем бета-адреноблокатор пациенту с артериальной фибрилляцией с фибрилляцией предсердия то формально он уже сильно не влияет на прогноз то есть частота помните вот очень интересная была в какой-то момент высказана гипотеза она была подтверждена о том что стрикт хатрик контрол строгий не выигрывает у линии хатрик контрола у скажем так либерального или вольного ритма то есть при фибрилляции предсердий частота желудочкового ответа от 60 до 100 примерно будет иметь одну и ту же выживаемость но если пациент находится на синусу в ритме то тогда назначение бета-блокатора в красной линии сопровождается существенно больше кумулятивной выживаемостью дорогие коллеги это очень важное обстоятельство которое нацеливает нас на гораздо более раннее назначение бета-адреноблокатора гораздо более раннее назначение бета-блокаторов и когда фибрилляции предсердий есть не назначать их не нужно это не значит что мы должны избегать бета-блокаторов они могут быть назначены по другому поводу но знайте на смертность общую они уже влиять будут значительно меньше чем нежели мы их назначили задолго до перехода пациента на постоянную адренацию Вот это очень интересный элемент для пациентов с хранической средней недостаточностью. Дорогие коллеги, не знаю даже, как и говорить об этом интереснейшем трайле, который назывался СЕРФ ХАД ФЕРЛИЙ ТРАИЛ, потому что он, конечно, компрометирует большую аппаратную стратегию, которая пытается корректировать синдром храпа и сонного апноя. Вы хорошо знаете, что за синдромом храпа и сонного апноя стоят, 100% стоят, и в этом вы все уверены, и я уверен, негативные события, такие как артериальная гипертензия, особенно ранняя утренняя, такие как нарушение сердечного ритма, инфаркты миокарда и даже инсульт, то есть за синдромом храпа и сонного апноя стоят негативные события. Но всякий раз попытки контролировать этот синдром храпа и сонного апноя влияют на какие-то, скажем, суррогатные точки, да, аритмия может быть чуть меньше становится, артериальная гипертензия на 2 мм меньше становится, несущественно, но тем не менее, пусть даже будет это позитивное влияние. Но, дорогие коллеги, вот этот серф-хатфолио-трайл показал, что, несмотря на достоверно лучший контроль артериальной гипертензии, да, или, прошепчение, апноя-гипапноя, апноя-гипапноя снижается в разы, но отмечалась тенденция к улучшению течения хронических сердечных достаточных. Дорогие коллеги, это очень плохо, потому что это 1325 пациентов, функциональный класс 34 ниха, да, может быть, при первом-втором функциональном классе будет совсем другая ситуация, была снижена толеранность к физической нагрузке и Т6-минутной ходьбой, и никак не изменялось качество жизни. Я специально выбрал вот этот слайд непосредственно из доклада на Европейском обществе кардиологов, который показывает, что кардиоваскулярная смертность в контроле оказалась меньше, чем в группе, которая получала, ну, скажем так, вот эту серво-ассистированную СИПАП-терапию. То есть формально, дорогие коллеги, попытка нагнетания кислорода у больных с синдромом храпа и сонного апноя не возымела позитива. Была высказана интереснее же гипотеза, почему же вот такие негативные результаты. Оказалось, что мы достаточно однобоко рассматриваем патогенез и вредность этого синдрома храпа и сонного апноя. И мы в основном акцентированы на том, что всему виной гипокапния, но там есть еще и гипооксия, гипероксия и различные фазы вот этой вентиляции. А мы воздействуем формально только на одну, нагнетая кислород. И вот это нагнетание кислорода вполне возможно имеет негативные последствия. И именно эти последствия привели к тому, что 6-минутный тест с ходьбой был снижен у пациентов с ассистированной вентиляцией B004. Или то же самое оказалось качество жизни. Ну а самое неприятное в смертях. И вот на сегодня пытаются разобраться, почему это происходит. Дорогие коллеги, очень важно. Серв Хат Фэллио Трайл не дает нам надежды на то, что при функциональном классе 3-4 хроническая сердечная недостаточность синдрома храпа и сонного апноя может правильно или более оптимально курироваться, нежели чем оптимальная медикаментозная терапия. Я опять подошел к очень вредному элементу, неприлизину, который мы с вами уже разбирали в параметрах трайли, нацеленном на изучение двойной молекулы ангетензина рецепта неприлизин ингибитор или LCC696 для пациентов с артериальной гипертензией изолиновой систолической пожилых. А параллельно проходил второй трайл, назывался он парадигм Хат Фэллио Трайл. Этот парадигм Хат Фэллио Трайл тоже был нацелен на изучение этой прекрасной двойки неприлизин ингибитор и ангетензин-2 ингибитор, потому что оказалось, что для больных с сердечной недостаточностью вот этот нехороший неприлизин за счет того, что он метаболизирует натриолитические пептиды особым образом, и в общем-то он представлен в каждой клетке большинства органов, наиболее распространен в почках, он в какой-то момент деградирует натриолитические пептиды, которые имеют позитивное влияние для сердечной недостаточности, несмотря на то, что отражают степенью тяжести. Он имеет несколько субстратов, включающих проэндотеллины, эндотеллины, то есть насколько переплетены эти системы, кинины, опиоиды, гастрины, и превращает ангетензин-1 в ангетензины с 1 по 7, которые тоже имеют негативное звучание. То есть формально многоликий, многофолипатентно направленный пептид, который, а, с одной стороны, разрушает полезные натриолитические пептиды, с другой стороны, участвует в метаболизме эндотеллинов и других вазопрессорных компонентов, негативно участвует. И с третьей стороны, как и ангетензин, превращающий фермент, переводят первый ангетензин, но не только уже во второй, но с первого по седьмой. То есть формально это очень интересная молекула, которую при хронишке сердечной недостаточности так и хочется каким-то образом блокировать. И поэтому в исследовании были отмечены вот эти негативные эффекты. Сначала они были вот, да, каким-то образом по вальцартану прописаны, затем они были прописаны по непролизину и решили, что одновременно применение AT1 блокатора и так называемого сакубитрила непролизина или ЛСЗ-696 блокатора вот этого нехорошего субстрата могут привести к очень позитивным эффектам. И вот посмотрите, пожалуйста, что получилось. Относительное снижение рисков по отношению к энолаприлу стандартному препарату для лечения хронической сердечной недостаточности оказалось на 20% лучше на молекуле ЛСЗ-696. Причем, конечно, кривые расходились не сразу, да, вы обратите внимание. Первый год наблюдения, второй год наблюдения, третий год наблюдения. И чем дольше принимал пациент вот эту комбинацию, тем оказывалось лучше действие на хроническую сердечную недостаточность. Дорогие коллеги, мне опять приятно отметить, что наша с вами оптимальная медикаментозная терапия и правильная тактика не проигрывают многочисленным интервенционным стратегиям, как это было, например, по результатам исследования Кураж, да, если вы помните, что оптимальная медикаментозная терапия не проигрывала ревоскулиризации. И вот еще одно доказательство тому, что наши с вами усилия, они не напрасны, это оптилинк-трайл. В прошлом году я докладывал вам интереснейшие результаты о том, что, в общем-то, за рубежом борется за койка день, за более раннюю превентивную госпитализацию, за раннюю выписку, чтобы все-все-все было вовремя. И в какой-то момент, на 2014 год, усилия исследователей были нацелены на мониторирование давления в легочной артерии, которое, казалось, предвосхищает декомпенсацию сердечной недостаточности. Ставили специальные интродюсеры в легочную артерию и мониторировали это давление. И как только оно изменялось, считали, что этот предиптор сработал, клали пациента раньше, реагировали на его нарастающий объем жидкости раньше, на декомпенсацию сердечной недостаточности еще раньше. И получалось, что раньше выписывали, но, в общем-то, на отдаленные результаты это никак не влияло. Мониторировать, извините, в легочной артерии давление инвазивным способом, да, инвазивным способом, подчеркиваю, наверное, не каждый пациент с хронической сердечной недостаточности решится, только смелые зарубежные пациенты. И вот появилась новая гипотеза о том, что импедансометрические показатели, подчеркиваю, импедансометрические могут отражать степень накопления не жира, да, как мы привыкли с вами для импеданса смотреть, а жидкие, да нигде иначе, кроме как в грудной полости. И вот очень интересный был доклад Мишеля Бейхама, который, в общем-то, вот этот внутригородной грудной прирастающий импеданс за счет жидкости ассоциировал с застоем, транслировались данные в медицинский центр и отмечалось раннее реагирование. Дорогие коллеги, до тысячи больных просмотрели и пришли к выводу, что преимущества вот этой его телемониторирования, импедансографии, импедансометрии, нацеленной на раннее выявление накопления жидкости в грудной полости, по отношению к рутинному нашему с вами, качественному клиническому обследованию, реагированию, этих преимуществ у этой методологии не было. То есть нет сегодня, нет сегодня ничего особенного, кроме нашего с вами прекрасного приема. Ну и, дорогие коллеги, наверное, одной из последних новостных рубрик, которую я решил сегодня анонсировать, это заболевание перикарда. Мы с вами увидели и хроническую сердечную недостаточность, и шимическую болезнь сердца, и гипертоническую болезнь, и ревоскулилизацию, и атеросклерозные с эпидемиуми. Заболевание перикарда – это то, что в этом году занимало достаточно значительную часть Европейского Конгресса. Я сконцентрирую наше внимание на том, что есть препараты первой линии, а это аспирин или МПВС и колхицин. Вы хорошо знаете, что в прошлом году мы тоже с вами об этом говорили в новостной рубрике «Колхицин вошел в гайдлайны». А сегодня ему отведено место 1А, то есть всем показам и два трайла как минимум убедили нас в том, что это терапия первой линии. При этом глюкокортикостероиды применяются только при противопоказаниях к аспирину, НПВС и к колхицину, и только при исключении инфекционной, подчеркиваю, даже вирусной, а не только бактериальной, этиологии, или при наличии аутоиммунного компонента, который нам удалось доказать. То есть формально глюкокортикостероидам сегодня отводится не первая роль, да, это 2А, но самое неприятное, что это СИ, то есть нет проспективных исследований, и пока они не предвидятся, дорогие коллеги. Особое внимание уделил бы тем дозам, которые мы должны с вами применять. Посмотрите, для острого перикардита аспирина мы должны давать, отсыл средств кислоты, 1000 миллиграмм 3 раза в день, то есть 3 грамма в сутки на 2 недели, а не просто там какой-то балостой. Более привычная доза ивупрофена 600 миллиграмм 3 раза в сутки, 1-2 недели, и снижение постепенное для того, чтобы не было рецидивного возвратного перикардита. Ну и что касается колхицина, глубоковажимые коллеги, 0,5 миллиграмма, стандартная таблетка, 1 раз в день для веса меньше 70 килограмм, или 0,5-2 раза в день для веса больше 70 килограмм. На 3 месяца, то есть существенно дольше, нерегламентированная отмена, либо 0,5 через день, либо 0,5 в неделю. Но я хочу еще подчеркнуть то, что диуретики назначаются при нетяжелых проявлениях концертинового перикардита, и что в общем-то из-за риска кровотечений полость перикарда, вот то, о чем раньше велись споры, можно-нельзя, насколько безопасно. Так вот риск накопления жидкости и тампонады превышает возможную пользу антикогулянтную, антиагрегационную и антикогулянтную, нерекомендованную назначать. Разве что исследование АТЛАС и анализ подгрупп с ревероксабаном при сочетании острого коронарного синдрома перикардитов выявить что-нибудь другое, там небольшая доза антикогулянтов, но тем не менее она уже не будет иметь отношения, скажем, к феврилляции пресерк. Глубоко уважаемые коллеги, вместо заключения я вам хочу напомнить о том, что в прошлом году мы с вами вместе обсуждали фантастические данные, опять они были исходя из традиционной гипотезы о том, что кардиосимуляторы у пациентов стоят и все в общем-то хорошо, но периодически ломаются электроды, заканчиваются батарейки. И вот эти две основные проблемы привели к тому, что правильно было бы доставлять кардиостимулятор прямо непосредственно к верхушке сердца и оттуда стимулировать из верхушки сердца. То есть была разработана капсула, в которой тут же был небольшой усик в виде электрода и в общем-то казалось бы все хорошо, но для того, чтобы как-то эту батарейку, извините, подзаряжать, если так она находилась бы под кожей, в левой подключительной области, так она получается находится внутри, был разработан интересный механизм швейцарских часов, при этом, как вы помните, анализировалась и температурная, и химическая энергия, и победила все-таки механическая энергия. То есть и скручивающие, и качательные, и просто сжимательные движения сердца, а достаточные для того, чтобы как-то подзаряжать эту батарейку, если считать, что механизм швейцарских часов дает нам особый вариант двигателя вечного. Дорогие коллеги, и это были экспериментальные разработки на животных, сейчас на свинках. Прошел год, уважаемые коллеги, и мы с удивлением читаем уже не просто гипотезу, не просто экспериментальное наблюдение, а лидлэстрайл, который был доложен. Вот такой девайс, вы видите, что он меньше мизинца, доставляется с помощью рентген-эндоваскулярных техправого желудочка. Да и не просто доставляется сегодня для монокамерной симуляции, которая являлась основной, наверное, основной проблемой, да, монокардия, монокамерной симуляции. В две камеры можно доставить, в левой и в правой, снабдить это все и рессинхронизацией, и CRTD, свойствами, да, кардиорессинхронизирующей терапии, а еще и с дефибрилляцией. И формально, формально, вот обратите внимание, насколько он мал, этот девайс, насколько он мал. Он содержит нано-батарейку, на сегодня это не механизм швейцарских часов, но это уже на людях. И вот этот лидлэстрайл, это в первом выражении 33 пациента, а во втором выражении уже более полутыщи пациентов. Да, достаточно высок риск осложнений, полтора процента перфораций, все-таки на манипуляции с большим по толщине приборчиком, нежели чем с электродами. 1,1 сосудистый, толще опять, да, суммарно 6,5, но срок службы 15 плюс-минус 6 лет, без перестановки батареек, без угрозы поломки электродов, без проблем с ложем операционным, имеется в виду под кожей, ничего у пациента нет, его ничего не тревожит. И в общем-то это все достаточно обещающие данные. Приемлем, конечно, на сегодня по результатам лидлэстрайла этот вариант только для пациентов с однокамерной симуляцией. Да, это нейронизированное, немногоцентровое исследование, но за год вот такой интересный прорыв, который я решил вам в таком анонетическом плане преподнести. Глубоко уважаемые коллеги, мы с вами вместе рассмотрели новое направление кардиологической науки и практики, постоянно 2015 год, и я надеюсь, что вы получили ценную информацию о том, как и какие молекулы можно будет использовать для резистентной артериальной гипертензии, для изолированной систолической артериальной гипертензии. К какому артериальному давлению стремиться у пожилого человека, как и в какой точке прийти к назначению статиновой терапии пациентам с атеросклерозом, о чем просить пациентов и больных в плане модификации образа жизни с атеросклерозом, каким образом нацеливать ревоскулиризацию на инфаркт, несвязанную артерию пациентов с инфарктом миокарда подъема СМИНТ-СТМ, какова степень готовности нашей должна быть к биодеградирующим стентам, к тому, что появятся вот такие leadless pacemakers. И в этой связи, мне кажется, что те трайлы, те исследования, те рекомендации, которые вы только что вместе со мной еще раз получили, дают нам определенные практические шаги для того, чтобы их использовать в ведении наших пациентов. Глубоко, уважаемые коллеги, мой доклад закончен. На этой точке я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что в крайнем нижнем правом углу, вот там где-то, да, есть и материал для домашнего изучения, если что-то потребуется. Но самое главное, там есть инструкция для того, чтобы как-то еще раз сориентировать вас на тестирование для завершения вот нашего с вами обучающего семинара. Три вопроса нужно ответить, они простые, из пяти правильно, для того, чтобы вам было начислено два кредита. И не забудьте, пожалуйста, переключиться на персональный компьютер, если вы смотрели нашу трансляцию на планшетах или мобильных девайсах.